короче ребятки решил сделать ножни для своего ножика который она подарила вот такую вот досточку распилил напополам вот сейчас буду прочерчивать и прорисовывать дальнейшее вырезание буду производить короче вот так вот вырезал контур ножек поставил обвел вот лобзиком обрезал сейчас начинаю выбирать внутренности короче ребятки вот так вот выбрал доска кедр сейчас буду вторую половину выбирать ребятки как-то так подписывайтесь на мой канал кому интересно будем изобретать всякую хрень делать не хочется рыбачить ну что ребятки начинаю прорезать короче вот таким вот косичком тоже самодельный делал я его из рапида вот острый как как блин этот как скальпель вот видите вот так вот начинаю прорезать сначала резцом по контуру провел по авторучке выбрал и сейчас вот маленечко выберу и буду вот это вот стамесочкой все добирать вот такие вот дела продолжаем вот так ребятки завтра если все нормально на циркулярке вот эту вот толщину уберу это короче 25 к сделаю потоньше может быть вот настолько каждую доску начинаю выбирать вот эту вот глубину но я хочу чтобы у меня рукоятка заходила вот видите вот здесь так на самом вот такие дела кто ребятки для чего я вот это вот зачеркал то правильно ответит в комментарии тут будет молодец второе прочеркали промазал клеем зажал 2 струбцины ну что ребятки зашкурил на вот этой шкурке получилась вот такая вот конструкция склеена сейчас все отторцевал вот если нас так получается но здесь еще маленечко шлифано внутри у нас вот так ножик залазит заебись сейчас осталось боков снять примерно вот столько оставить ну это наверное циркулярки сейчас буду чё ребятки вот так вот получилось короче посрезал как мог тут короче у меня тоненько получилось знать ничего страшного ребятишки ничего страшного здесь у меня будет поясок крепится сейчас это все наждачкой обработаю покажу как будет ну чё ребятки маленько закосячил скололась когда циркуляркой обрабатывал на фуганке вот здесь зацепила и короче треснула потом я пальцем проломал когда шкурил сейчас решил короче вот такую канавку сделать вот плоский шнур шил такой чехол вот чехол одевается нормально сидит ладно дальнейший отчет будет потом короче нарезал три вот таких ремешочка здесь прорезал канавку одну вторую и вот центральную будет проходить ремень сюда так прошил первую пряшечку это будет нижняя это будет верхняя делаем дальше сделал такую фигнюшку пришил первую полоску все пришел ребята вот такую вот сейчас продеваю в чехол получилось вот так вот в дальнейшую работу покажу после ну чё ребятушки вот как-то так получился у меня вот такой вот чехол маленечко недоработано еще вот это вот надо будет обточить ну как-то может быть натянется вот этот сама дермантиновая херня кожзаменитель но это не самое главное самое главное что его сделал уже можно сказать 99 процентов чехла этого самое интересное это то что он не выпадает со своего канала ножек это раз это даже его не вот эти вот лямки держат ребятки вот смотрите она будет удобно открываться вот отверстия такие вот сделал так это двигающий в лесу это будет удобно открывать смотрите самое интересное вот я трясу и ножик у меня не потеряется понимаете нужно приложить такие вот усилия вылез все вот ножик у меня все видите все вот сам чехол короче вот такая вот херня у меня получилось прошита нож считаю что для охоты это вообще нормальный чехол будет ребятушки вот как то так короче кому понравился мой чехол для ножика можете поставить лайк написать комментарий смотреть мои видосы продолжайте ребятишки сейчас его засовываем обратно в ножни так берем то слышали как он зашел прям вообще вот вот кто знает что такое магазинский чехол тот понимает меня что я вот сейчас сделал себе такую конфетку что это вообще охрененно ребята во первых он у меня не шатается там вот вообще но не шевелится там во вторых он у меня не выпадывает оттуда ни при каких обстоятельствах понимаете это значит что я не могу ножик потерять раз он у меня в лодке не выпадет лодку не расхуярит не разрежет извиняюсь за мат вот и все и здесь вот он у меня будет закрываться вот такие вот две пуговки хотя как бы сделают ножни вообще чтобы они закрывались на одну но я сделал для надежности чтоб у меня закрывалась на две но я вчера когда пуговички пришивал у меня такая мыслишка была ребятки что это ай-яй-яй вдруг медведь выскочит и я буду открывать вот эти вот две пуговки но у меня они были туго сделаны я короче решил сделать вот эти вот отверстия под пуговицу более больше как бы короче они от сами не откроются но приложив усилия не откроются ребятки ну и тем же самым сегодняшним днем я вот сегодня 23 sculpt сделала таких вот ложек такие вот ложечки деревянные ложечки ребятка фотами видите вот такие вот ложки конечно таких вот заготовок конечно потом это все обрабатывается ребятки обрабатывается и украшается такими вот как бы можно сказать простыми узорчиками но это Очень даже красиво смотрятся, ребятишки Очень даже красиво На мой взгляд Это вот красивенькие вот такие вот Декоративные ложки Вот, сейчас я вам их покажу Как я их лаком покрыл Как они выглядят Сейчас подождите, возьму Лаком они, ребятки, у меня как бы На один слой еще покрыты На один слой я их покрыл На один слой, да Но они будут еще красивее смотреться, друзья мои Вот, смотрите Вот, видите, да Сейчас, давайте я их разложу И вам покажу как бы поближе Еще вот такой вот вопросик, ребятишки Как вы думаете По какой цене их можно продавать за ложечку Вообще интересно Вот кто-то из вас бы купил ее или нет Или вам вообще по барабану, что Есть такие ложки, они вам не интересны Как бы и вы их даже покупать бы не стали Вот, видите Вот Вот, видите Вот такие вот ложечки Короче, я сейчас их лаком покрою Ну и может быть вечерком Они будут более блестеть Ну, хотя, зачем Блестеть они будут вообще офигенно смотреться Кто знает, у меня на канале уже были такие ложки Но они блестели хорошо Как бы Ну вот Видите, каждая ложечка Оригинально Вот видите, кончики не дала Не домазываю лаком Как бы, чтобы пальцы потом не марать Ну и вот Потом как бы вот Всю остальную ложку на несколько раз покрою лаком А высохнет она И уже буду вот за вот эту часть браться И кончик вот этот вот промазывать лаком Вот, по сравнению с этими Вот оно как бы прокраска Видно, что здесь блестит Вот это не сильно блестит Потому что оно не крашено лаком Вот такие вот, друзья, дела Еще я сделал, короче Сейчас, подождите Вот такой вот медальончик сделал Но он еще у меня как бы Не доделанный, друзья Вот видите Это, короче Вот видите Вот такая вот хернюшка С таким вот отверстием Это, короче Кость голени лося Голень лося Вот Я считаю, что лось не зря пропал И как бы От него останется память, ребята Вот это меня брат угощал мяском У него лицензия была нынче Он выигрывал в аукционе И вот Кость Пойдет В дело Такие вот сувенирчики можно делать Но я думаю Вовнутрь влить как-нибудь туда бокситки Не бокситка А как Да, по-моему, бокситка Прозрачная такая херня В нее можно какое-нибудь насекомое вложить И влить И на шее вешать Не знаю Может кому-то задумка и понравится Сейчас покажу С какой я болванки херачиваю Вот с таких вот болванок Можно нарезать Вот таких вот медальончиков Ну Не знаю Еще сколько Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь Я вчера три штуки отрезал В итоге Это кость сантиметров Была Пятьдесят Примерно Вот с нее можно резать Такие вот Кулончики делать Счастливые Вот Кстати циркулярку Я покупал в том году Вот она у меня стоит Здесь еще как бы Не на столе Но я на ней как бы Циркулярию Уже на полу она стоит Стол Как бы у меня еще руки Не дошли к ней принести Но я в принципе Это сильно на ней не работал Как бы Ну на полу Как бы мне тоже было удобно Потому что недолго работал И нормально Надо будет как-нибудь Обзор снять на нее Вот эту циркулярочку Ладно Всем пока Ставьте лайки Кстати Премьеры смотрите мои Не забывайте Кто подпишется на меня Я тоже подпишусь на вас Всем пока